друзья всем огромный привет и сегодня с вами хочу поделиться одним из методов обработки архитектурной фотографии в одном из своих видео я уже говорил как когда и с какими настройками необходимо снимать архитектуру а для тех кто не видел советую посмотреть ссылка по подсказке будет сверху и в описании но одно дело сфотографировать другое дело обработать и обрабатывать мы с вами сегодня будем интерьерный снимок который я сделал в риме в латеранской базилике сан-джуани если у вас нет похожей фотографии то вы можете потренироваться на моем снимке скачивайте его по ссылке в описании и поехали итак первым делом что я делаю это иду в профиль камеры ставлю галочку на устранить хроматизм этические аберрации и поправить профиль объектива фотография немного расправилась и теперь мы с вами поработаем над геометрией в кадре и так ориентироваться мы будем на вот эти линии на полу они должны быть параллельны краю нашего снимка и вот это кресло на котором выседает наверное епископ должно тоже стоять ровненько потому что она у нас будет по центру и так переходим в инструмент трансформирования и виду того что в нашем кадре вверх снимка лег правильно а низ нет мы поработаем вот с этими со всеми настройками автоматом пользоваться не будем итак я поверну изображение немного по часовой стрелке теперь выравниваю по горизонтали верну немного назад можно использовать сеточку кто не доверяет своему глазу вот сейчас снимок по геометрии выровнен параллели все параллельные горизонтали как говорится горизонтальные и теперь я выполню кроп для того чтобы вот эта линия была строго по центру моей фотографии в рамке можно ориентироваться по лучу вот этой звезды нажимаю enter отлично теперь базовые настройки виду того что здесь два окна свет немножко подпортил нам картинку каким образом если вы присмотритесь внимательно то увидите что у меня правая часть снимка холоднее чем левая левая часть снимка теплее давайте мы этот момент устраним такое бывает редко но в моем случае такое случилось будем использовать градиент захватим немного середину кадра чтобы переход был плавный незаметный и делаем фотографию чуть чуть холоднее вытащу из темноты немного тени теперь наложу фильтр на правую часть снимка и сделаю немного теплее что-то у меня тут сатурэйшен на настоял по предыдущим настройкам вернув ноль вот этот угол у меня немного фиолетит его нужно немного поправить чтобы убрать оттенок фиолетового цвета нужно тинт подвинуть немного левее а температуру немного теплее вот мы практически с вами избавились от паразитных цветов и теперь можно продолжать обрабатывать непосредственно саму фотографию два раза нажимаю enter зажимаю и удерживаю кнопку alt и настраиваю точку черного до тех пор пока у меня черный цвет не появится в клиппинге как только появляются первые намеки на черный цвет отпускаем левую кнопку мыши и alt далее то же самое делаем и с точкой белого удерживаю alt на окна не обращаем внимание они у нас любом случае будут светлые нас интересует более темные места слева и справа вот здесь они как раз бликовали вот так я думаю будет нормально так highlights уведу влево тем самым мы практически устранили наши засвеченные участки тени подвину вправо теперь немного подвину вправо экспозицию отлично убавлю немного saturation где-то примерно на минус 20 но под нему при этом вайбранс тем самым добавлю насыщенность средних тонах добавлю немного четкости я думаю пятерочки здесь будет достаточно теперь давайте перейдем в calibration и синий канал подвинем немного влево чтобы получить красивые оранжевые оттенки больше трогать я здесь ничего не буду переходим в панель и чисел в закладке хью я обработаю на свой вкус мне нравится вот такое сочетание цвета saturation и luminance трогать не буду добавлю немного контраста путем создания с образной кривой и слегка подниму точку черного для того чтобы сделать красивые бархатные тени и эту настройку вы можете сделать как в камера roll так и lightroom а сегодня мы будем говорить о повышении детализации нашего снимка и поэтому всю основную работу мы будем делать с вами photoshop и так переходим photoshop копируем изображение переходим фильтр другое а ты high pass как вы знаете обычно этим инструментом повышают резкость для этого делают рисунок вот таким вот образом когда выделяется вся мелкая структура и таким образом можно улучшить резкость сделать снимок более четкий но мы сегодня будем делать немного по-другому мы с вами поднимем радиус таким образом чтобы поднять детализацию крупных деталей когда я пользуюсь таким методом как правило у меня радиус составляет в пределах 30-40 вот обратите внимание вот примерно должен быть такой рисунок когда выделены все крупные детали и так нажимаем ok режим наложения делаем hot mix кликаем два раза на верхний слой обратите внимание если мы двигаем левый ползунок то мы изменяем нашу фотографию от момента изменений какие мы внесли и подвинув полностью право все эти изменения исчезают делаем следующим образом вы видите что вот этот ползунок у нас разделен на две части вот такой маленькой полоской и так зажимаем alt и раздваиваем этот ползунок на две части теперь правую часть ползунка полностью уводим вправо нажимаем ok теперь мы с вами будем пользоваться нет не непрозрачностью как обычно а будем пользоваться заливкой и выставляем заливку на границе момента когда у нас появляется детализация но фотография при этом не должна светиться вот видите на 60 уже светится по моим наблюдением 30 35 ну максимум 40 будет достаточно давайте я остановлюсь вот на этом уровне 34 теперь копируем этот слой два раза кликаем по верхнему слою зажимаем alt и теперь вот здесь в правом нижнем углу нам с вами нужно выводить вторую часть вот этого серого ползунка как правило он цепляется очень легко возвращаем его на родное место зажимаем alt и теперь раздваиваем правый ползунок на две части и уводим его полностью влево нажимаем ok теперь мы с вами добавили детализацию в светлые участки теперь то же самое нам нужно отрегулировать ползунком заливка светлых участках как правило требуется еще меньше заливка где-то порядок 5 10 15 но вот в моем случае 9 будет достаточно отлично давайте посмотрим какое изображение у нас было увидеть какой бледненькая и что мы с вами получили теперь давайте поработаем со светлыми участками добавляем корректирующий слой кривые итак открываем красный канал добавим немного красного я делаю побольше чтобы у вас было заметно на экранах вы можете делать более мягкие настройки немного поменьше переходим в зеленый я добавлю немножко фиолетового перейду в синий канал добавлю немного винтажности возвращаюсь в rgb и выгибаю кривую чтобы фотография стала светлее далее при активном черном цвете нажимаю сочетание клавиш alt-delete маска закрасилась в черный цвет беру белую мягкую кисть квадратными скобками меняю размер добавляю сюда светимость сюда сюда немножко светлее нужно сделать под купол теперь выберу черную кисть и верну исходное положение светлых участках чтобы они не были у нас засвеченные вот такую интересную маску мы получили что не хватает на фотографии когда есть окно тем более одно очень светлое сразу подразумевается что из этого окна наверное должен быть свет в данный момент свет в окно не падал но я хотел бы здесь сделать лучики и я добавлю эти лучики падающие из окна отдельно давайте посмотрим либо выберем какой-нибудь один либо даже оставим оба сначала я выбираю первый снимок который я поместил фотошоп выбираю режим наложения screen нажимаю control t надо постараться так чтобы это выглядело как можно естественнее добавлю еще один свет выделяю слой и перевожу режим наложения скрин контрол т отлично нужно убрать следы от фотографий ничего страшного выделяем оба слоя с нашими лучами правой кнопкой мыши объединить слои сбросился режим наложения ничего скрин добавляем маску беру черную мягкую кисть так отлично давайте смотрим было стало мне еще на этой фотографии не хватает немного такой художественной шоколадной тонировки поэтому я добавлю корректирующий слой карта градиентов если у вас рабочее поле забита ненужными градиентами вы всегда можете его очистить нажать на шестерен очку и выбрать результат градиент окей еще раз нажать шестерен очку и выбрать фотографик тонинг окей и вот у нас появились такие замечательные градиенты мне очень нравится вот этот градиент вы выбираете тот который вам больше подойдет по вкусу нажимаем окей выбираем режим наложения soft light hot light или мультиплай я предпочитаю мультиплай режим наложения упасите теперь работаем с упасить убираю полностью в ноль и немного добавляю 25 будет достаточно при этом мы получили высокий контраст фотография стала темнее необходимо поработать с кривой и так добавляем корректирующий слой кривые точку черного я немного подниму на этом можно остановиться я бы в этот снимок добавил бы еще резкости и так нажимаю сочетание клавиш alt control shift не перехожу фильтр шарпан smart шапан мои любимые настройки я их уже неоднократно показывал окей если вы при работе с резкостью получили свечение краев такое как бы дрожание то можно подвинуть непрозрачный слоя и выбрать такое среднее значение при котором это дрожание это слишком чрезмерная резкость просто уйдет вот так мне нравится больше отлично давайте смотрим еще раз вот такое изображение у нас было и вот такое изображение мы получили отличный метод теперь его можно практиковать развивать и придумывать свои рецепты на этом друзья сегодня все подписывайтесь ставьте лайки впереди вас ждет много методов и способов обработки фотографий различного жанра и не забудьте поделиться этим роликом с друзьями в соцсетях пишите комментарии ваше активное участие способствует улучшению качества контента и развитию канала удачных вам кадров и легкой обработки до новых встреч удачи и Субтитры подогнал «Симон»